Волшебная семечка Сегодня замечательный день! Бублики и Кисточка отправляются на дачу к бабушке и дедушке. У меня для вас очень важное поручение! Ого! Какое? Вы должны посадить вот это семечко. Посадить? А как это? Дедушка вам все расскажет и покажет. Нам пора ехать. Вы готовы? Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Пока-пока! Семейка собачек! Весело живет! С бабулей, с дедулей Песенки поет! Гав-гав-гав! Много забав! Семейка собачек! Гав-гав-гав! Гав-гав-гав! Много забав! Семейка собачек! Гав-гав-гав! Дедушка, а как посадить семечко? Ну, это очень просто. Нужно выкопать ямку, положить в нее семечко, закопать и полить водой. Что? И все? И все! Я думаю, мы справимся и сами. Так, нам нужна лопатка и лейка. Я за лопаткой. А я за лейкой. Ох, что-то приморилось. Ой, куда она исчезла? Вот так чудеса! По-моему, ямка глубокая. Ямка как ямка. А если ему будет там страшно? Не говори глупости. Кидай! Не буду. Кидай! Ох, а вот и моя лопата. Ой! И моя лейка. Чем это вы тут занимаетесь? А мы тут это... Зернышко сажаем. Вам нужна помощь? Не помешает. Хорошо. Давайте выберем место, где больше солнца. Хорошо. Ох, ешелуны. Ну вот, ямка готова. Кисточка, клади семечко, внученька. А ему там не будет страшно? Ну что ты, семечку это даже понравится. А теперь уже можно поливать? Погоди. Сначала нужно присыпать землей. А, а теперь уже можно. Теперь можно. Ого. Какие же вы молодцы. Только не забывайте его поливать каждый раз, когда к нам приезжаете. Ура. Не забудем. Семейка собачек. Веселый денечек. Велосипед. В жизни каждого ребенка наступает момент, когда вырастаешь не только из любимых ботиночек, но и другие любимые вещи пора менять. Так, вот так. Ну, теперь ровно. Дети, вы готовы ехать? Милая. Да-да, мы уже тут. Ой, мое любимое креселко. Папочка, посади меня быстрее. Бублик, поторапливайся. Опять свой супершлем ищет. Никак его к порядку не приучу. Так давай тебя посадим. Ура. Так. Ну-ка. Что-то не получается. Пап, что-то ножка не пролазит. Ну-ка. Ой, ой, ой. Назад. Я застреваю. Хм, странно. Кресло уменьшилось. Милый, мне кресло уменьшилось, а наша девочка подросла. А как же я поеду? Ой, я что, останусь дома? Никто не останется дома. Просто наступил момент покупать велосипед. Я готов. Мы можем ехать. Ура. Мы едем за велосипедом. Семейка собачек. А что я пропустил? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ух ты. Какие колеса. Спортивные, да? Ага. Это чтобы на поворотах не заносило. А это для чего? Это бардачок. Для бардака, что ли? Ой, нет. А это что за корзинка? А это специальная корзинка для моей Доги. Круто. Бублик, не трогай. Ого. Оп. Так. Как это? Куда крутить-то? Ой. Ну, куда ты залез? Кисточка. Велик сломан. Колеса не крутятся. Слезай, Бублик. Не сломан. Ой. Вот, смотри. Просто надо снять с тормоза. Ага. Потом ставишь ноги на педали и начинаешь крутить. Ха-ха-ха. Ну вот, кисточка. Надевай шлем и... Кисточка. Мама. Берегись, Бублик. Ой. Кисточка. Ой. Ой-ой-ой. Лови ее. Лови. Кисточка, как ты нас напугала. Милая, как ты? Мамочка, это было так здорово. Мне очень понравилось. Только я ничего не видела. Я глаза закрыла. Со страху. Кисточка, ну ты даешь. Ты так быстро ехала, что я не успевал следить за тобой. Научишь меня так? Бублик. Если бы я хоть что-то видела, то научила бы. Наверное. Чтобы на велосипеде было не страшно, а главное, безопасно ездить, нужно обязательно надевать шлем и защиту. Да, тогда можно будет не жмурить глаза, а спокойно ехать и наслаждаться прогулкой. И правда, в моем супер-шлеме ничего не страшно. Ты в нем даже ходишь. Мне ходить не страшно. Одевай-ка шлем. И перчатки. Ой, как мне идет. Теперь садись на велосипед и главное, не закрывай глаза. Давай, Кисточка. Молодец. Получилось. Кисточка, да у тебя просто талант. Ты прекрасно ездишь на велосипеде. Это все благодаря шлему. Мне совсем не страшно. А меня научишь? Конечно, научу. Как прекрасен мир. Из окна автомобиля этого не замечаешь. А из кресла мир еще прекрасней. Ченейка-собачек. Веселый ченочек. Рыбалка. Сегодня мама устроила грандиозную стирку. А малыши Бублик и Кисточка помогают ей развешивать белье. Это мое. Просто отлично работать вместе. Вроде все. Спасибо. Вы мне очень помогли. Ну что, теперь играть? Давай. Черты водишь. Так. Ну, держись. Вот это ветер. Почему стало темно? Не поиграешь. Ого. Смотри. Давай ловить скорее. Меня и самого унесет. Ой-ой-ой. Вот это да. Настоящий ураган. Мы очень хотели все поймать. Но получилось только вот это. Поможете мне собрать остальное? Конечно. Без проблем. Ого. А ну отдай. Это не твое. Ого. Ого. Так. Ого. Вы большие молодцы. Осталось придумать, как их достать. Ого. А может я на него залезу? Нет, Бубличек. Это опасно. Вот бы их как-то подцепить. Заудить. Чего? Ну, как рыбу. Так дедушка и папа говорят. Как рыбу. Точно. О. У нас сейчас будет рыбалка. И оп. Ой, ты меня поймал. Извини. Отойдите подальше, пожалуйста. Попытка номер два. Хе-хе. Класс. О. А можно мне попробовать? Осторожнее, ребята. Ловись, рыбка большая и маленькая. И оп. Ура. Получается. Отлично. Кисточка. И еще разок. Здорово. О. Поймал. Хе-хе. О. Кажется, все. Ой. Похоже, твои носки куда-то унесло ветром. Нет, это я так ношу. Чтоб было интересней. Хе-хе-хе. Бублик. Спасибо, что и помогли. Отлично порыбачили. И мне понравилось. А может, порыбачим еще? Давай. Семейка собачек. Веселый денечек. Новая машина. Сегодня семья Бублика и Кисточки хотела отправиться в парк. Но с самого утра что-то не заладилось. Эх, похоже, все. О, что все? Наша машина совсем сломалась. И ее уже никак-никак не починить? Боюсь, уже нет. Может, нам стоит подумать о покупке новой машины? Да. Да. Тогда решено. Идем за новой машиной. Да. Семейка собачек. Веселый денечек. А что будет с нашей старой машиной? Мы сдадим ее в переработку. А как это? Это когда машину разбирают на запчасти, переплавляют и делают из нее современную, более экологичную машину. Ух ты! Ого! Тут столько машин! Вау! Так. Вот! Вот то, что нужно! Смотрите, какая она яркая и красивая! Ну ты даешь, Кисточка! Как ты себе представляешь папу за рулем этой машины? Мама! Хочу, 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 хочу! Мечта! Вау! Вот это да! Это то, что нам нужно! Давайте купим эту машину! Вот! Отличный вариант! Красивая и компактная! Как вам? Ее и я буду водить с удовольствием! Красота! Постойте! Я знаю беспроигрышный вариант! Вот она! Машина мечты! Мне кажется, так мы машину не выберем! Потому что у нас совершенно разные вкусы! Давайте спросим у продавца! Может быть, он что-нибудь посоветует? Я сейчас его позову! Здравствуйте! Чем я могу вам помочь? Мы хотим купить машину, но не можем выбрать! Нам нужна такая, чтобы подходила всем! Так-так-так! Кажется, я знаю, что вам нужно! Идемте со мной! Отличная машина! Ну что, как вам? Мне очень нравится! А вам? Да! Тогда решено! Покупаем эту! Эта машина такая классная! Даже не верится, что она теперь наша! Предлагаю в ближайшее время Отправиться на ней в небольшое путешествие! Я за! Я за! Имей-ка собачек! Имей-ка собачек! Веселый девочек! Сегодня семья Бублика и Кисточки собралась в музей! Ура! Мы наконец-то едем в музей! Да! Я очень этому рад! Мы сможем узнать что-нибудь новое и отлично проведем время! Все готовы ехать? Семей-ка собачек! Веселый девочек! Семья садится в машину и отправляется в музей! А в музее и правда будут динозавры? Бублик, динозавры вымерли много лет назад! Сейчас мы можем только посмотреть на скелеты динозавров, которые удалось найти ученым и представить, какими эти животные были! Я уверена, это будет очень интересно! Мы уже почти приехали! Вы готовы? Конечно же, мы готовы! Дети, в музее нужно быть внимательными! Здесь очень много залов и всегда большое количество посетителей! Можно очень легко потеряться! Не отставайте от нас, папа, и слушайте, что мы будем рассказывать! Обещаю, вам понравится! Конечно, мамочка! Мы будем внимательными! Точно! А вот и первый зал! Ух ты! Посмотрите, это настоящий скелет динозавров! Ого! Они что, действительно были такими большими? Вау! Конечно, дети! Это тираннозар! Вау! Он весил, как шесть легковых машин и был высотой с двухэтажный до! Такая громадина! А еще у них были очень короткие передние лапы! Видите? Да! Идем дальше! В музее есть еще много чего интересного! Дети, смотрите! Это анкелозавр! Попробуйте угадать, чем он отличается от остальных! Смотрите, он стоит на четырех лапах! Правильно! Вы заметили что-то еще? Я вижу, что у него очень толстый панцирь! Правильно, Кисточка! У этого динозавра самый прочный панцирь! Вот это да! Идемте дальше! Это птеродактиль! Кисточка! Может догадаешься, что особенного в этом динозавре? Я-я отвечу! Я вижу, у него крылья! Он может летать, да? Да, Бублик, все правильно! Кисточка, а ты что молчишь? О-оу! Кисточка! А куда подевалась Кисточка? Кисточка! 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 Доченька, где ты? Кисточка, ты где? Скорее всего, Кисточка потерялась в прошлых залах! Давайте вернемся и поищем ее там! Точно! Вон она! Ой, нашлась! Да! Кисточка, ну наконец-то мы тебя нашли! Что случилось? Мамочка, я засмотрелась на анкилозавра и не увидела, что вы уже ушли! Мне было так интересно! А потом я поняла, что потерялась и расплакалась! Ну-ну, теперь уже все в порядке! Просто в следующий раз скажи, что хочешь рассмотреть что-то поближе! И мы все тебя подождем! Хорошо? Конечно, папа! Ты такая молодец, что осталась на месте! Поэтому мы тебя так быстро нашли! Ну что ж, все в сборе! А это значит, мы можем продолжать экскурсию! Правда? И поесть мороженого! Да! Семейка собачек! Веселый денечек! Ставьте лайк! Подписывайтесь на наш канал! И увидите первыми наши новые серии! Семья еще долго ходила по музею и изучала экспонаты! Кисточка и Бублик узнали много нового и отлично провели время! А еще они хорошо запомнили, что в местах, где много народа, надо быть очень внимательными и не отставать от взрослых! Бублик узнали много нового и отлично провели время! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!